Это, наверное, самые, можно сказать, главные основополагающие вещи в нашей истории, жизни вообще русского человека. Скажем так, это единственный ключик, наверное, камень, преткновение, который остался насчет воспитания детей, как воспитать этот патриотизм и на каком примере показать его. То есть мы не можем показать там 812 год, там тоже был патриотизм, тоже там фильмы. А это самое ближайшее событие, которое переломило ход истории. Ну, я думаю, самое главное событие. Мы каждый год ходим на парад в любом случае, где вот технику с детьми. Это очень интересно детям посмотреть, любого возраста, большим детям. У меня дочери 20 лет, но мы все равно ходим, особенно когда воздушный парад, это завораживающе. Не каждый день случается. Для меня 9 мая – это тот день, когда ты можешь еще раз вспомнить про подвиг своих дедов, прадедов, почтить память их, так скажем. Вот, то есть, как бы я и так про них всегда помню, а тут как бы еще день, когда можешь, ну, более так об этом вспомнить. Патриотизм – это когда, ну, ты за свою родину горой, так скажем. То есть ты когда у вечного огня не стоишь и куришь, а когда ты именно почтишь память. Означает то, что, ну, деды воевали, отстаивали нашу родину, и теперь мы ходим по свободной земле. Праздник 9 мая – это вообще, я не знаю, самый, самый, самый такой, большой, самый счастливый, что ли, день такой. Я так считаю, что самый счастливый день закончилась война. Победители. Да, будем. Передаете родицу? Обязательно, обязательно. Внука берем с собой. Рассказываете, да? Дети, дети сами уже взрослые, да, обязательно. Он смотрит тут фотографии дедушки, а дедушка у нас воевал, он смотрит и спрашивает, почему у него такая форма. Для меня 9 мая – это как праздник освобождения нашего города, то есть, как символ свободы, того, что мы можем жить так, как хотим, то есть, нам не нужно голодать. А патриотизм для меня, ну, это очень родное слово, это как моя родина, это как то, что я очень сильно люблю, и то, чем я дорожу, и ради чего я готов на какие-то очень смелые, отважные поступки. Потому что патриотизм – это очень сильное и важное слово. 9 мая – это святой день, потому что это была действительно великая победа. И в нашей семье был дедушка мой, и его брат родной был герой Советского Союза. Он бежал из концлагеря по проводам. Про это очень много писали в свое время, но сейчас уже забывается, конечно, но тем не менее мы очень считаем день 9 мая святым. Мы ходим обязательно на парады, потому что мы живем прямо на площади Павших Борцов, рядышком. То есть, мы вышли и сразу присоединились к движению. День победы заслужен великими людьми. И это нельзя не ценить. Это разное всегда надо знать, ценить, запоминать и передавать следующему поколению, что этот день победы народом Советского Союза заслуженный. Заслуженная победа, и не только победа для Советского Союза, и для всего мира. 9 мая – это день почтения всего того, что через что прошли наши предки. А патриотизм – это в первую очередь уважение к ныне живущим людям, которые построили мир для нас. Напоминать нашим детям о том, что уважать нужно и ветеранов, и нашу историю.